а ребята смотрите я нашла манго там манго пойдемте пробовать похоже на недоспелый арбуз всем привет с вами канал редфоксмайл и я софия и сегодня я хочу вам показать кое-что интересное ребята но я же нахожусь на боли а что есть на боли ну конечно же экзотические фрукты сегодня мы их соберем попробуем и решим какой же самый вкусный экзотический фрукт а и и и и и Ребята, смотрите, я нашла манго, там манго. Я просто обожаю манго. Это мой самый любимый экзотический круг. Ребята, посмотрите, что это? Ладно, положу в корзиночку, потом разберем. Смотрите, вон еще один растет. Что это за фрук? И вообще, фрук и это? Мне кажется, это что-то ознакомое. Банана. Ребята, там какая-то тропинка. Пойдемте посмотрим. Тут жук! Ну что ж, продолжим. Смотрите, тут какой фрук растет. Он такой красивый и необычный. Я таких еще никогда не видела. Полищем еще фруктов. Я нашла еще банана. Идемте дальше. Я вижу! А вот еще. Ну, пожалуй, хватит. Корзинка у меня заполнена. Пойдемте пробовать. Ничего себе! Редактор субтитров. Тейвизи. В堅чи! Все! 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 Ребят, ну вы что, правда думали, что все эти фрукты растут на деревьях, лежат в траве или на листьях? Нет, это был розыгрыш. Все эти фрукты нам приносят каждый день room service. И у меня есть вот такая вот книжечка, там написаны все названия этих фруктов. Давайте посмотрим, какие же у нас сегодня есть фрукты. Сегодня у нас в студии манго. Его можно найти в большинстве больших супермаркетов. Наверное, многие из вас его пробовали. Он очень сладкий, вкусный и мой любимый тропический фрукт. А следующий фрукт это снейкфрут. Ранее я никогда с ним не сталкивалась и буду пробовать его впервые. У нас в стране его очень тяжело найти. И это настоящий экзотический фрукт. Его название пошло от того, что его кожура очень сильно похожа на змеиную кожу. на змеиную кожу. Этот фрукт называется water apple. Я его не пробовала. Первый раз, когда я его увидела, я подумала, что это клубничка, большая клубничка. Water apple переводится как водное яблоко. Есть water melon. Это арбузь. Но также есть этот фрукт. Дальше у нас бананы. Это не обычные бананы. Это маленькие бананы. Также их называют golden бананами, потому что в середине они золотые. Они отличаются от больших бананов. И мне кажется, некоторые из вас находили такие маленькие бананчики в супермаркете. Их не так уж и тяжело найти. А следующий у нас в студии – это мангустин. Он вот такой фиолетовый и похож на баклажан. На маленький баклажан. Он очень твердый, и его кожуру не так уж и легко пробить. Но ничего, мы постараемся. Вот этот фрукт, он мне чем-то напоминает кенгуру. Или чиполина. Это маракуйя. Внутри она похожа на инопланетянина с семечками. А теперь начнем пробовать. Поехали. Первым, что мы будем пробовать – это вот этот фрукт. Это water apple. И, честно, я не знаю, как его кушать, но мы попытаемся что-то сделать. Я хочу его порезать. Он твердый? Ох! Его так уж и легко порезать. В середине он выглядит вот так вот. Он белый и очень сочный. А сейчас мы попробуем его половинку. «Похоже на недоспелый арбуз. Оно очень кислый арбуз. Оно очень кислое и как будто что-то недоспелое. Мне не понравилось. Не зря его называют water apple, ведь ощущение такое, как будто ты кушаешь яблоко и запиваешь его водой. Оно очень сочное и правда похоже на яблоко. Итак, переходим к следующему фрукту. «Колден бананы». Это бананчики, мини-бананчики. Они называются «Колден». Сейчас мы их раскрываем. Снаружи они выглядят, как и все бананы. Вот. Вот. Сейчас посмотрим, что же внутри. Банан очень сладкий, вкусный. Мне он понравился. И, в принципе, он не отличается от большого банана. Но посмотрите, что же у него внутри. Цветом он отличается, ведь внутри оно такое более желтое, а снаружи беленькое. Дальше у нас снайкфрут. Я попробую его просто почистить. А, оно чистится. Ого. Внутри оно беленькое. Смотрите. Оно так легко чистится, прям как змеиная кожа. Снимается легкой пленочкой. Сейчас мне оно похоже на большой чеснок. Очень необычное. Я такого ранее не видела. Оно бело-желтое. Класс. Вот так оно выглядит, как большой чеснок. И сейчас я его попробую. Беру одну дольку и пробую. Ммм. Вкусно. Оно снаружи не очень водянистое, но вкусненькое. Погодите, на что оно похоже? Оно похоже на яблоко. На сладкое яблоко. А следующий фрукт у нас мангустин. Мне очень интересно, какой же он будет внутри. Его очень тяжело распилить. Я вызываю помощь из зала. Беру совсем чуть-чуть. Там очень хрустят косточки и мне в принципе понравилось. Эти косточки находятся в прозрачной жиже, которая находится в самом фрукте. А теперь следующий фрукт. Мой любимый фрукт. Это манго. Пилить его в принципе не тяжело, но там косточка. Поэтому вот. Ну такой сочный, прямо сок течет. Вскрываю. Опять спасибо за помощь. И сейчас будем пробовать мой любимый фрукт. Сейчас его подрезаем. Итак, берем кусочек. Манго очень сладкое, сочное. Я бы его ела часами и часами. Ну что ж, мы все попробовали. И теперь нам осталось только выбрать самый вкусный фрукт. Так как я уже говорила, что я обожаю манго. Самый вкусный фрукт для меня это, как вы думаете, что? Манго. Я ему ставлю огромную оценку. Вот такое вот сердечко тебе манго. Спасибо манго, что ты существуешь. Понравилось еще мне бананчики. Потому что я люблю бананчики. А не понравилось мне, наверное, water apple. Потому что оно недоспелое. Ну, оно спелое, но на вкус как недоспелое. В общем-то, ребят, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. А с вами был канал RedFoxMile и я София. Всех люблю, целую, пока. Да. Вон белка. Что это за фрукт? И фрукт ли это? А! Ты же снимаешь мои ноги? Вон белка, а ты не белка. Я хочу белку свою, да. Так, Соня. Снимать? Да, да. Ну, ее плохо было видно, но ладно. Все, давай еще раз. Давай, все ты хорошо сделала, корсинку бери. Они на вкус могут отличаться от настоящих бананов, но я не знаю. Какая-то изюшечная. Какая-то изюшечная.